Уже прошло больше недели. Меня просят прокомментировать ту ситуацию, которая произошла в столице Армении, в Ереване, когда сожгли азербайджанский флаг. Азербайджанским спортсменам пришлось вернуться домой. Я даже не знаю, что тут комментировать, учитывая, что я вообще не собирался ничего делать по этому поводу. Тут еще и тему снимать, этот ажиотаж. Вы знаете, как я могу к этому относиться? Конечно, я к этому отношусь плохо. Я же нормальный человек. Было бы странно, если бы я, наверное, рукоплескал бы тому, что в Ереване сожгли азербайджанский флаг на таком еще и важном мероприятии присутствии спортсменов. Ну, это сделал человеку, который страдает комплексом герострата, скорее всего. Иначе не назовешь, потому что, ну, кто такой герострат, да, я как-то уже рассказываю. В Древней Греции был такой человек, который, ну, бездарный, не знал, чем прославиться. Что ж такого вот сделать, чтобы свое имя сохранить на века? Уж наверняка. И рисовать он не может, петь он не может, писать он не может. Ну, ничего он не может. Он решил сжечь храм богини Афины. Вот этим он и прославился. Сжег храм, и его имя прославилось. И даже в психологии назван целый термин комплекс герострата. Это в отношении тех людей, кто вот страдает вот такой вот фигней. Что-то где-то поджечь, где-то кого-то придушить, что-то такое сделать, ну, чтобы как-то увековечить свое имя. Поэтому я даже его имя называть не буду. Ладно, не буду я его никак называть вообще. Никакими эпитетами в том числе. Я вообще считаю, ребят, если вы хотите сделать что-то подобное, ведь армянам это не присуще. Армянам не присуще вот эти вот сжигания флага, вот эта вот мелочь. Это удел слабых людей, вот, наших соседей. Это они любят там детей зомбировать, стариков зомбировать, сжигать там флаги, гербы и прочее, прочее, прочее. Это им присуще. А если уж на то пошло, и кто-то из вас страдает комплексом гирострата, то у вас есть великолепная возможность. У нас вон в Арцахе люди сидят без еды, без тепла, без света. Это порой приходится давать какие-то огромные взятки одним-другим, тех, кто их охраняет, чтобы им привезли какие-то продукты. То есть переплачивать за эти продукты, да. Что нужно сделать, вот если вы страдаете комплексом гирострата, нужно поехать в этот бердзорский коридор, взять оружие вот этих экологов с дохлыми голубями, которые на Новрус там мечтают об армянской голове, там рассказывают что-то, понимаете. В руках держат дохлых голубей. Вот с экологами займитесь, я думаю, это будет наиболее правильно. Тут уже никакого комплекса не будет. Ваше имя будет просто увековечено. Если уж вы так хотите показаться такими патриотами, такими прям рьяными бойцами за народ, за страну. А все остальное это просто азербайджанодизм, анонизм. Вот вы чем занимаетесь. Вы берете их поступки, перекладываете. Нам этого не нужно. Слушайте, именами наших королей, именами наших королей названы улицы европейских столиц. И не только королей, но и всяких разных там полководцев. Названы улицы европейских столиц и столиц мира. О, смотрите, что у меня над головой написано. Видите? Вон, вон. Улица Ливона V Армянского, короля Армянского. Это столица Испании, Мадрид. Вы не найдете, чтобы были именами азербайджанских королей или еще каких-то королей, потому что у них нет истории. А у вас есть история, у вас есть культура богатая, величайшая культура. Вы понимаете? А вы занимаетесь вот этими сжиганиями флагов. Ну, как это можно комментировать? Но это же просто уму непостижимо, и это так некрасиво, это так неприятно. Ну, приехали эти спортсмены. Это же спорт. Да, это их удел. Опять же, я говорю, удел азербайджанцев, что у них нет ни спорта, ни культуры, ничего. Толком. Они везде найдут политику. Я имею в виду, в спорте найдут политику. То руку не пожмут на протянутую руку армянского спортсмена. Руку не пожмут, то сядут на свое, как они любят, на бутылки вот эти вот. Только не на бутылки, а просто на пьедестал. Присядут во время армянского гимна. Ну, и прочее, и прочее. Ну, вы-то, вы-то, вы что, с них пример берете? Да вы о чем? Если вы будете так себя поступать, то и мне они о чем будут говорить. Вы понимаете? Мы-то выше должны быть. Да не то, что должны быть, мы и есть выше. А вы берете с них пример. Ну, нельзя так. Конечно, я знаю, что сейчас вот армянская общественность расколота, да, на две части. Одни поддерживают, другие не поддерживают. Я не понимаю тех, кто поддерживает. Я не понимаю тех, кто поддерживает. Чем они мотивируют? А как же они, да, ну, так, а как же вы, получается, что вы от них-то особо-то и не отличаетесь? Сделайте что-то такое в ответ там на подобные выходки азербайджанцев. Сделайте более красиво, более мощно, более интересно. Или вам не понравилось, ну, что приехали азербайджанские спортсмены. А почему тогда вам нравится то, что на территории Армении находятся азербайджанские войска? Ну, так если вы смелые, опять же, берите оружие. Или азербайджанским военным можно приезжать, ну, что там приезжать. Заходить просто на территорию Армении азербайджанским спортсменам, видите ли, нельзя. Вот показали свою трусость и слабость. Это те, кто поддерживает вот то, что он сделал с этим флагом, этот человек. Опять же, не хочу называть его экипи. Вот мое отношение. Я думаю, вы поняли. Все мое это отношение. И хорошего отношения к этому всему у меня не может быть. Потому что, опять же, я нормальный человек. До следующего эфира. Спасибо.